Всем привет! Это Гончаров. В данном видео я хотел бы вам рассказать про обновление конструктора SP Page Builder. Буквально сегодня вышло обновление версия 3.6.2 и я хотел бы вкратце рассказать о тех нововведениях, которые были сделаны в данном обновлении. Если мы с вами перейдем сразу же к списку изменений, то мы видим, что здесь у нас есть три новинки, то есть три обновления, которые не было в конструкторе и четыре исправления ранее известных багов. По исправлениям я не буду комментировать, потому что я сам еще толком не смотрел, так как я уже ранее объяснял видео, что они не указывают на эти недостатки, они просто пишут, что они выполнены. Поэтому, когда обновил компонент, уже сложно понять, что там было сделано. Это надо сравнивать с прошлой версией, но я обычно этим не занимаюсь. Поэтому мы рассмотрим только с вами вот эти три обновления. В частности, первое — это они ввели контекстное меню в редакторе. Здесь вот есть у них... Так, где-то у них анимация здесь есть. Вот, видите, при наведении на аддон и нажатии правой кнопкой мыши, именно вот в визуальном редакторе, будет всплывать вот такое вот меню с функционалом. Некоторые функционал дублируются, то есть он уже есть в этом конструкторе, но некоторые есть новинки. То есть я сейчас это все буду объяснять. Сразу же давайте рассмотрим второй вариант обновления. Здесь сделали в аддоне таблицы возможность отключать адаптивность для страницы. Раньше она адаптировалась под мобильные, перестраивались колонки. То есть таблица принимала адаптивный вид, но это было некорректно немножко... Ну, немножко некорректно отображается таблица. То есть там можно запутаться в данных. И вот они сделали возможность отключения вот этого функционала. И если сейчас таблица создается, то она имеет горизонтальную прокрутку. То есть на мобильном можно просто пальцем в стороны подвигать и таблица, она как бы в неизменном виде просто просматривается. Это я считаю, что намного удобнее, чем она адаптируется и перестраивается полностью вся структура ее. И третий вариант, третье обновление это в аддоне контактная форма и конструктор форм рекапча, то есть защита вот от спам-ботов, после отправки формы автоматически сбрасывается. То есть раньше она не сбрасывалась, нужно было обновлять страницу, а сейчас получается, что вы отправили форму, рекапча обновилась и снова можно тут же отправлять еще одну форму. То есть допустим заполнять снова данные и снова нажимать, ставить галочку я не робот и снова отправлять форму. Раньше такого не было. То есть вот это обновление, это касается вот именно контактной формы и конструктора форм. Итак, давайте перейдем в нашу админку и рассмотрим вот эти первые два обновления. Третье я обновление уже показывать не буду, потому что ну там ничего такого вы не увидите, просто будет отправляться форма и обновляться рекапча. Там ничего интересного нет. Если мы перейдем с вами вот на демо сайт, откроем какую-нибудь демо страницу. Здесь я уже экспериментировал с некоторыми вариантами, но сейчас попробуем сделать это все изначально. Так вот таблица. Так давайте вот это я удалю все, чтобы не отвлекало. Я экспериментировал с контекстным меню. Смотрите, давайте сначала разберемся с таблицей. Я вот здесь ее сделал, применил тут какие-то стили, добавил пятую колонку. По умолчанию здесь в этом дополнении всего 4 колонки. И смотрите, теперь я когда на мобильный переключаю, видите, таблица, она вот таким образом становится. То есть на мобильных, даже на 320 пикселей экранах, она будет корректно смещаться вправо-влево. Это все делается. Получается у нас вот здесь, в настройках таблицы, вкладочка, не вкладочка, а переключатель, выключить в респонсах, выключить адаптивность. Если мы ее вернем, то у нас здесь скорее всего нужно будет после обновления. Так давайте перейдем на страницу. Мы сохранили. И попробуем сейчас здесь через F12 сделать мобильный вид. Видите, как таблица перестраивалась. То есть каждая строка перестраивалась вертикально. У каждой строки получается есть своя шапка. First name, last name, countries, capitals, capitals. И тут данные. Вот следующая строка. То есть это немножко как бы, ну, непривычно. Можно и такой вариант использовать. В некоторых случаях он даже будет уместен. Но если мы сделаем вот так и включим сейв. Видите, здесь в админке редактор не меняется так быстро. Тут, да, тоже после обновления будет отображаться. Но на самом сайте мы увидим с вами, видите, вот такой вариант. То есть, если у нас телефон, то мы пальчиком можем спокойно так двигать табличку. Это сразу же улучшает возможность работы с таблицами. Раньше я использовал другой компонент. То есть у меня здесь есть. Он назывался... Так, его здесь нет. Здесь его нет. Я забыл, как он называется. Тейбл. DropTables он назывался. Вот. Все, вспомнил. DropTables. И тот компонент, он позволял... Ну, конечно, он помощнее будет, чем вот это дополнение. Там можно загружать таблицу из Excel файла сразу же. То есть, Excel файл загрузил, и таблица автоматически оттуда строится. Но это все-таки лишний компонент, лишняя, как сказать, нагрузка на сайт. И если какие-то простые таблицы делать, то можно это все делать с помощью вот этого аддона. Поэтому имейте это в виду, используйте. И смотрите, как вам удобнее. Либо дополнительный компонент устанавливать, либо вот воспользоваться данным аддоном. Далее. Давайте сейчас рассмотрим самое интересное, что здесь, мне кажется, они реализовали в этом обновлении. Это контекстное меню. У нас здесь есть с вами возможность управлять дополнением через вот эту вот панельку. То есть, перетаскивать его можно, можно заходить в настройки, можно его клонировать таким образом. Ну, это стандартные настройки, они были всегда. Здесь, что и сохранить дополнение в библиотеку. Есть возможность его выключить. Есть возможность зайти в настройки колонки родительской и удалить. Сейчас это все можно делать не переводя курсор вот сюда. Можно в любом месте аддона нажать правой кнопкой и будет всплывать меню. Видите, здесь получается OpenSetting. Раз нажали, у нас открылись настройки. Далее. Save. Это у нас сохранение. То есть, видите, мы можем сохранить его в библиотеку. Добавляем ему имя и нажимаем применить и он у нас появится вот здесь. Сейчас покажу. Tools. Вот здесь вот мои аддоны. Вот в этом списке появится сохраненный аддон. Далее. У нас здесь есть возможность вставить и вставить стиль. А, нет, пропустил. У нас есть копирование аддона. То есть, мы можем его скопировать. Видите? И можем его вставить. Что это означает? Мы можем просто взять, еще раз нажать на него и нажать Past. Он его вставит рядом. То есть, в то же место. В ту же строку, в ту же колонку. Мы могли там другую колонку вставить. Допустим, смотрите. Я его удалю сейчас. Разобьем на две колонки. И вот здесь вот я... Вот он мне сейчас не даст поставить, скорее всего. Потому что эти правая кнопка не срабатывает, она срабатывает только на каком-то дополнении. То есть, возможно вставить вот так. И потом просто перетащить. Конечно, здесь можно и скопировать, то есть, клонировать его просто. То же самое будет. В принципе, тот же функционал. Но здесь в чем еще есть разница? Если мы добавим новую строку, смотрите. Так, правой кнопкой. Здесь есть возможность вставлять стили. То есть, не полностью переносить аддон, а вставить только его стили. Давайте попробуем еще взять одну таблицу. Так, таблица. Вставим ее в новую строку. По умолчанию она у нас выглядит вот так. Четыре колонки. Получается 4 строки. Но оформление у него другое. Нам нужно, допустим, также оформить, как вот здесь. Как мы раньше делали. Раньше делали таким образом. Мы брали, оформляли дополнение. Потом просто его копировали, клонировали и переносили уже куда нам надо. Потом меняли информацию. Так тоже можно делать, конечно. Но иногда бывает по-другому. Смотрите, эти таблицы, они отличаются. Здесь я добавил пятую колонку и пятую строку. Здесь этого нет. Нам нужно взять вот это оформление и добавить его сюда. Это все просто. Мы просто правой кнопкой нажимаем копировать аддон и наводим на новый. Правая кнопка уже не просто паст, потому что он ставит рядом копию вот этой таблицы. А я вставляю просто past style. То есть вставить стиль. И мы видим, что у нас сохранились наши данные все от второй таблицы. Но перенеслись все стили. Вот так вот работает вставка стиля через контекстное меню. Далее у нас здесь вам есть duplicate. Это клонирование. То есть по сути то же самое. Далее у нас здесь есть disable. Отключение. Потом включение. Потом, что тут еще у нас есть удаление и настройки колонки. То есть в колонке здесь у нас есть весь тот же функционал, что и там. Это опции. Можно зайти в настройки. Это перемещение. Ну вот все, что вот здесь есть. По умолчанию все, что было. Теперь это можно контекстное меню. Несомненно это удобный функционал, который они реализовали. Вот именно мне здесь больше всего порадовало это копирование и вставка стилей. Иногда бывает, что нужно что-то поменять. Допустим сделали там несколько блоков. Преимущество штук шесть, семь, восемь. Больше там. Может какие-то товары мы сделали. И поменяли какое-то оформление. Цвет какой-то. Цвет кнопки или еще что-то. Размер шрифта в тексте. Но информация уже во всех блоках уже разная. И чтобы ее применить, придется заходить в каждое дополнение. Менять этот стиль, там размер или отступ. И это очень-очень существенно отнимает время. С приходом вот этой вот настройки, копирования и вставки стилей, эта работа уменьшается просто в разы, если не больше. Поэтому это несомненно отличное обновление. И я думаю, что мы будем им пользоваться очень часто. Также еще хочу обратить внимание на такой момент, что в дальнейшем это контекстное меню будет основным в работе с аддонами. Вот этот вот пункт, вот эти вот иконки, они будут убраны из вот этого визуального конструктора. Поэтому я советую вам просто уже начинать работать именно через правую кнопку мыши с дополнениями и привыкать к этому меню. Плюс, что еще можно здесь вам посоветовать? Есть такой момент, что как допустим вам вызвать вот такое меню, ну мало ли оно вам нужно, именно на переклики правой кнопкой мыши на дополнение. Это делается просто. На Windows это зажимаем кнопку, клавишу Win, на клавиатуре это флажок Windows, мы его зажали и нажимаем правой кнопкой мыши. Снова, видите, у нас всплывает уже обычное контекстное меню, системное. Вот таким вот образом можно делать. На этом я заканчиваю разбор последнего обновления конструктора SP Page Builder и прощаюсь с вами до следующего видео. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и пишите свои комментарии, что вы об этом думаете. Плюс, можете писать свои мысли о новых уроках, я их рассмотрю и обязательно буду записывать новые новые уроки на интересующие вас темы.